В России синтезировали молекулу, которая предотвращает заражение ВИЧ, сообщает научно-популярный портал Naked Science. В перспективе исследователи намерены получить прототип профилактического препарата. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что ВИЧ вызывает чуму 21 века СПИД. Однако за более чем 10-летнюю историю исследований накопилось немало загадок, связанных с развитием этого заболевания. Оказалось, что существуют люди, устойчивые к СПИДу. Как много таких людей? Какими особенностями они обладают? Не есть ли это ключ к лечению страшной болезни? Попробуем разобраться. Казахский федеральный университет совместно с благотворителем фондом РУСФОНД планирует отработать концепцию создания региональных регистров для доноров костного мозга. Благодаря проведенным анализам костного мозга специалистами КФУ будет сделан генетический анализ. Рецепиенты пациента и донора в процессе исследования будут подобраны на так же генетическом уровне. На самом деле вот таких вот параметров, как группа крови, их гораздо-гораздо больше. И вот HLA-типирование – это именно анализ генотипа пациентов и рецепиентов, то есть, вернее, рецепиентов и доноров, то есть те, кто получит трансплантант, те, кто сдадут трансплантант, в данном случае костный мозг. Главный научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии КФУ отметил, что у весьма небольшой популяции людей не хватает одного жизненно важного гена. Именно этот ген препятствует вирусу иммунодефицита человека при проникновении в клетку, не позволяя коварному вирусу вызвать СПИД. Если трансплантировать костный мозг от вот таких вот устойчивых людей, людям с ВИЧ-инфекцией, то у них иммунная система будет устойчивая к заражению вирусом. Таким образом, они, хотя и не излечатся от ВИЧ, они останутся ВИЧ-положительными до конца своих дней, но пока нет технологий, которые бы очистили организм от вируса, но, по крайней мере, их иммунитет не будет ослаблен в результате болезни. Теперь уже никто из генетиков не сомневается в существовании таких генов для вируса иммунодефицита. Возможно, исследования дадут надежду найти решение такой, казалось бы, неразрешимой проблемы, как борьба со СПИДом. Кто станет победителем в противоборстве с ВИЧ, покажет будущее. Аделья Шемилова, Роман Саварин, Универ-Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова